Спасибо, Татьяна. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас всех поприветствовать на платформе Директ Мези. Нам очень приятно с Натальей сегодня не только вести вебинар, но и работать с новой для нас аудиторией. Эта аудитория для нас целевая. Мы очень надеемся, что в рамках вебинара мы посмотрим, какие сегодня есть вообще процессы в технологии построения научной карьеры, посмотрим, как можно этими инструментами пользоваться более эффективно, немного расскажем о себе, чем мы, собственно, занимаемся. И мы планируем разговор вести в течение 40 минут, где мы с вами не только посмотрим, как это эффективным способом сегодня достигается через проектную деятельность, а и как в рамках коллаборации это успешно сегодня реализуется в практике кейсов и как с этим можно сегодня очень успешно работать даже на самом минимальном уровне, вот того академического статуса, который у нас сегодня есть. Нам очень приятно, что Директ Медиа подготавливает, собственно, такие очерки в виде анонсов, что вас ожидает, то есть это такая цепочка мероприятий, которые могут быть полезны как обучающие треки, выстраивание собственной позитивной уже карьерной лестницы и развитие ее не только по вертикали, но и по горизонтали. Поэтому здесь нам очень будет приятно и полезно с вами коммуникацию наладить, построить эти коммуникативные технологии. Мы предлагаем не только передавать слово друг другу, как мы будем с Натальей сейчас работать, но и очень ожидаем, что будут вопросы в чат. Как вам удобнее? Вы можете их адресовать сразу, и мы готовы на них отвечать. Собственно, мы здесь легко переключаемся на ответы, вопросы. И если они остаются у вас еще более развернутыми, необходимы, то мы, наверное, в конце 15 минут оставим как раз для того, чтобы они были более подробно освещены в прямом эфире. Мы, собственно, не академическая лекция, чтобы вы понимали. Мы больше, наверное, призываем к диалогу, к работе в формате. Не только это монолог, но и диалог с слушателем, потому что нам тоже нужны ваши обратные связи, ваши реакции. Может быть, эта реакция может быть разной. И здесь мы тоже готовы сейчас встраиваться в этот конструктор и идти дальше. Что мы сегодня вам приготовили? Мы сегодня с вами хотели поговорить не только о построении общих позиций с точки зрения инструментов научных коммуникаций. Мы это покажем, как это делать. И хотели с вами увидеть, как это может работать через технологические циклы в процессах построения мышления. И, собственно, какие компетенции нам в этом позволяют, об этом очень смело сегодня заявляют. Ну, немного расскажу о себе. И раз уже я здесь первое слово взяла, дальше передам плавно слово нотария. Вот этот опыт работы более 20 лет в процессах научно-информационной деятельности. Я по базовому образованию библиотекарь, библиограф, аналитик. И это мне как раз дает такую возможность знания мировых информационных ресурсов переложить на работу с первоисточниками. Потому что это сегодня качественный контент. И этому нужно учиться, потому что в данном случае мы будем иметь это дальше как конкурентную среду для того, чтобы... Как конкурентную черту, где мы будем лучше всех. Второй момент. Я управленец. Я была директором библиотеки научной. Я видела, как сегодня выстраиваются интеграционные процессы в крупных вузах, где можно увидеть как раз эти направления в реализации проектной деятельности. И вот здесь как раз очень большое место будет отдаваться вот этим интеграционным связям между библиотекой, между профессорско-преподавательским составом и административным корпусом. Ну и наконец, вот это построение научных коммуникаций через не только международные базы цитирования, но и международные рейтинги. Мне это дает право говорить о том, что сегодня это может быть очень интересной проектной опять же работой в коллаборациях через увеличение публикационной уже сегодня не активности, как мы это видим на практике, а именно уже выход на ее результативность. Вот, в общем-то, такое направление, которое мы сегодня с вами увидим, как это работает. И моя коллега Наталья Стаурска, она очень серьезно дополнила эти позиции подходами международными, где мы увидели очень хорошую такую стыковку, и тем самым предлагаем уже сегодня это не только как обучающими вебинарами, но и готовыми мастер-классами, тренингами и даже целыми курсами повышения квалификации. Итак, Наталья, вы готовы? Можем мы вам дать слово в эфире? Пожалуйста, я с вашего позволения буду управлять презентацией, и мы пойдем дальше. Так, Елена, меня видно, слышно? Да, слышно, но не видно. Да, замечательно. Не видно? Должно быть видно, подождите. Не видно? Пока нет. Не знаю, очень странно. Да, отлично. Да. Так, Лен, к сожалению, я не могла слышать абсолютно все, что было сказано, потому что были какие-то проблемы со связью. Я так понимаю, что сейчас я могу вступить, правильно? Да, немного о себе, Наталья, и начинаем со второго слайда. Да, я уже его приготовила. Хорошо. Итак, я скажу пару слов от себя, как от соавтора этого курса. И вообще, в принципе, хочу объяснить, почему именно этот вебинар следует воспринимать как вводную часть этого курса, о котором сегодня пойдет речь. И, в принципе, возможно, кому-то хватит сегодняшнего вебинара. Возможно, кто-то осознает, что тот курс по научному самопродюсированию, который мы задумали, будет являться ответом на ваши вопросы. Если говорить вкратце, то тема научного самопродюсирования в современном контексте – это, скажем так, апгрейд той идеи, которой я занималась примерно начиная с 2015 года и сейчас, объединив свою экспертность со знаниями Елены в области наукометрии и работы с источниками, высокотехнологичных подходов к работе с научными данными, нам удалось сделать, скажем так, насущным решением реальных вопросов академических работников то, что раньше было, я бы так сказала, определенным карьерным взыском. Данный курс проводится не впервые. Ранее я его проводила в рамках корпоративного обучения своих сотрудников в проекте, связанном с карьерным проектированием «Смартин Дьянг». И кроме того, до того, как произошли события, которые не позволяли нам больше продолжать сотрудничество с европейскими партнерами, данный курс я проводила на английском языке, на международном уровне с коллегами из Европы. Данный курс нельзя считать идентичным тем двум опытам. Это курс нового времени, это курс под новые запросы. Это курс для тех людей, которые хотят вести интересную, творческую и, самое главное, не изматывающую жизнь и при этом получать все те бонусы, которые положены по праву к научному работнику. Итак, давайте разберемся, кто такой сегодня научный работник и почему для того, чтобы делать эту карьеру стабильной, благодарной и, я бы так сказала, признанной в обществе, почему научное продюсирование является технологией, которая позволяет решить этот вопрос. Итак, на первом слайде мы видим, что научное продюсирование представляется таким триумвиратом трех секторов, будем так говорить. Прежде всего, это осознание того, что та научная карьера, которую мы привыкли строить, та академичная карьера, которой нас учили, которую мы наблюдали, смотря на своих научных руководителей, та научная карьера, которая сформировалась десятилетиями, этот подход больше не работал. Второе. Понятие научных коммуникаций. Дело в том, что наука остаётся той сферой, которая не приемлет таких вещей, как лжеэкспертов, марафонов желаний, каких-то призывов к ничем не подкреплённому лидерству. Учёный мыслит технологично, и учёный опирается на факты. Поэтому научные коммуникации – это прежде всего измеримые и общепризнанные показатели научной экспертности. Конечно же, на поверхности этого понятия лежит всё, что связано с наукометрией. И, наконец, третье – это финансирование. И вот здесь, конечно, болевая точка находится в том, что для того, чтобы начать работать с этим блоком достаточно системно, необходимо поменять своё восприятие профессии академического работника, профессии учёного. Дело в том, что уже не первое десятилетие, как в мире, сложилась система, которая основана на том, что учёный получает финансовую поддержку, прежде всего, от стейкхолдеров, от внешних заинтересованных сторон. Это не зарплата. Это не про то, чтобы ходить на работу. Да, зарплата есть. Да, мы ходим на работу. Но это не тот уровень жизни. Это уровень выживания. Если вы хотите большего, и если вы хотите делать это без, скажем так, ущерба для своего здоровья, для вашего здорового сна и для вашей семьи, вам нужно просто перестроить эти процессы. Это не призыв к тому, чтобы, я не знаю, поменять стиль жизни. Это призыв к тому, чтобы пересмотреть те операции, которые вы совершаете ежедневно. Так, давайте дальше. Илья Владимировна, слайд, следующий дайте. Не слышу. Ага, так. Итак, когда мы говорим «красивое словосочетание научный продюсер», часто мы представляем себе какого-то непонятного человека из жизни мечты. Вот на такой картинке, видите, видимо, где-то в небоскребе, наверняка по-любому где-то в собственном офисе стоит такой вот, и смотрит в большое необозримое будущее. Горизонт настолько широк, что он ослепляет. И кажется, что этот человек проводит все свое время в каком-то созерцании. Он красивый человек. Но это не научный подход. Такое ожидание – это ожидание фальшивое. И если вы хотите, чтобы было так, то, скорее всего, вы будете разочарованы. Реальность. Один человек – научный продюсер, и вся его жизнь может выглядеть вот так, как мы видим на второй картинке, где очень много рабочих пытаются сплести паутину, какой-то каркас прочности для здания. Возможно, для того самого, где будет стоять красивый вот этот вот идеальный научный продюсер. Вы тоже знаете такое себе. Может быть, и реалистично. Мы охотно верим в то, что трудно – это реально. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что нужно знать, уметь и понимать для того, чтобы быть нормальным человеком, для того, чтобы быть научным продюсером, который, с одной стороны, не созерцает, но и не работает на стройке каменщика. Итак, прежде всего, давайте введем определение, кто же такой научный продюсер. Итак, научный продюсер – это, прежде всего, внимание, проектный менеджер. Здесь я сейчас выдохну и сделаю паузу. Если вы совсем ничего не знаете о проектном менеджменте, тогда у вас есть два пути. Либо начать активно читать, либо сходить к нам на курсы, мы расскажем вам ровно столько, сколько вам необходимо для того, чтобы эффективно заниматься проектной деятельностью, как ученым. Итак, это проектный менеджер, оказывающий всестороннюю поддержку в целях непрерывной, вдумайтесь, непрерывной и результативной, а не просто так, работы научного коллектива во взаимосвязи с партнерами, контрагентами и благополучателями. Иными словами, это человек, который суетится для того, чтобы ученый работал спокойно и эффективно. Дальше. Почему научная часть вуза не справляется? Потому что ее административный аппарат не предназначен для того, чтобы осуществлять синергию ресурсов. Он состоит из нескольких структурных подразделений, деятельность которых разрознена и так или иначе завязана на предоставлении отчетности. Отчетность, которая прежде всего связана с работой государственных органов, учредителей и контролирующих органов, но не самого человека, который занимается наукой. Поэтому здесь мы должны осознать жестокую истину, что ваша научная карьера – это дело ваших собственных рук. Поэтому мы говорим о самопродюсировании. Вы спросите, но вы же говорили о том, что можно сделать так, чтобы спать по ночам, общаться с семьей, но сейчас не похоже, что это можно так сделать. Давайте посмотрим на то, какие компетенции нужны научному продюсеру. Итак, проектный менеджмент. В идеале, конечно, C2. Ну, то есть это самый верхний уровень, если проводить аналогию с уровнями освоения языка. Пока не расстраивайтесь. Дальше. Написание грантовых заявок об основании. Тоже. Этот скилл должен быть прокачан по полной программе. То есть если вы этого делать не умеете, то будут проблемы. Стоп, мы не уходим. Оптимизация – наше все. Надо знать английский язык. Хотя бы чуть-чуть. Нужно уметь взаимодействовать с командой. Нужно понимать основные принципы маркетинга. Нужно быть грамотным человеком в правовом и финансовом смысле. Хотя бы ровно настолько, чтобы уметь распоряжаться самыми малыми бюджетами и как минимум во время реализации своих проектов не потерять собственные права на изобретение и открытие. Дальше. Никто не отменял, например, такого замечательного федерального закона номер 44. Не буду на этом останавливаться. Кто с этим сталкивался наверняка, не хочет об этом сегодня говорить, а кто не знает, тот прогуглит. Далее. Это ведение переговоров, межкультурная коммуникация. И, наконец, все, что связано с общениями с органами власти, с бизнесом, с клиентом, с другими научными коллективами. Вы скажете, да ну, все, расходимся, я ученый, я не должен все это уметь. Правильно. У вас другая задача. Вы должны стремиться к синергии, вы должны найти то управленческое звено, функцию которого вы можете выполнять, а дальше заниматься тем, чтобы привлекать к работе в рамках собственного проекта людей, которые дополняют другими навыками. Это одна часть работы. И, скажем так, построение дорожной карты и своих действий, и построение архитектуры научного коллектива, это технология, которая позволяет вам упростить свои задачи в разы, и самое главное, достичь синергетических эффектов. Когда то, что у вас требуется на работе в рамках вашего плана, например, по науке, будет решаться само собой в рамках выполнения более глобальных задач. Вопрос. Извечный, и он уже висит на сайте, вернее, на презентации, в опережении моих слов, потому что он наверняка переделал в вашем сознании, где взять деньги. Смотрите. Вообще начнем с того, что, ну, если, допустим, муравей живет в муравейнике, ученый живет в вузе. Самые лучшие, самые передовые вузы, вот у них их, значит, средства, которые приходят от оплаты за обучение в хороших вузах, составляют не более 10% бюджета. А субсидия на госзадания, то, что называется в России, ну, это может быть все, что угодно, там какие-то другие названия, но смысл не меняется, это процентов 20. А все остальное – это высокотехнологичная предпринимательская деятельность. Так вот, если мы находимся в таком муравейнике или стремимся в него попасть, вопрос, мы как муравьи, что должны делать? Совершенно верно. Мы должны трансформироваться вместе со временем, которое не терпит, а людей, которые не хотят думать, людей, которые стараются сделать меньше дел в больший промежуток времени, и тех, кто верит тем людям, тем «экспертам», в кавычках, которые предлагают просто начать мыслить по-другому. Это технологический подход, и по-другому он работать не может. Наконец, если вы делаете действительно стоящее научное исследование, и вы при этом не получаете за них соразмерного финансового вознаграждения, 100% у вас что-то работает не так. Дальше. Конечно, любой передовой ученый сегодня большую часть своего дохода получает из грантовой деятельности. Так устроена система. Именно поэтому вас так сильно пинает эффективный контракт. Но, скажем так, здесь есть определенное противоречие, потому что, ну, если ты выполняешь план, ты получаешь зарплату с премией, да. Ну, по идее, если ты действительно не на цифрах, а на качестве выполняешь план, ты должен еще и со стороны откуда-то получать те средства, которые будут дополнять тот заработок, который ты получаешь по месту работы. Дальше. Смотрите. Нужно привыкать также мыслить о том, что ваша команда это не обязательно те люди, которые работают в вашей организации. Более того, чаще всего хороший коллектив с хорошим охватом во всех смыслах, с хорошим доступом ко всевозможным ресурсам, это коллектив, который достаточно, можно сказать, широко разбросан и географически, и по сферам деятельности тоже. То есть, совершенно спокойно в вашей проектной команде могут оказаться и предприниматели, и творческие люди, и просто преподаватели, которые не акцентируются на научной деятельности и так далее. Дальше. Момент, да? Много говорят об этом по поводу платной, бесплатной публикации и так далее. Дело в том, что грамотно выстроенная публикационная стратегия, она влечет за собой не только повышение вашего индекса Хирша, например, но она также вам открывает выход к бесплатным публикациям высокорейтинговых журналов. Это абсолютная реальность, бесплатная публикация в Скопус, в Web of Science, которые никуда не уходили из повестки дня. Это, в общем, вполне себе реальная история. Дальше. Все, что связано с вашим географическим охватом. Если вы известный ученый в рамках своего города, пусть даже миллионника, извините, наука – это то, что решает глобальные задачи. Так что мы идем дальше. Так, дальше. Следующий пункт – это личный бренд. И здесь я скажу не столько воодушевляющую, сколько предостерегающую информацию. Если кто-то вам говорит, что личный бренд – это про то, чтобы ходить в красном костюме на конференции или заказать фотосет и из него выкладывать фоточки в соцсети или еще что-нибудь в этом духе, ну, это классно, когда вы не ученый. Личный бренд ученого – это результаты его научно-исследовательской деятельности. Да, правильно показаны, но они и должны быть правильными. По своей сути, по своей концепции, отвечающие духу времени, отвечающие государственному заказу и политике. Конкурентные и интересные. Дальше. Коммерциализация экспертности. Смотрите. В принципе, сейчас можно сказать, что востребованность эксперта, как бы это ни звучало, зачастую измеряется теми финансовыми средствами, которые он получает на индивидуальном консультировании. Если к вам приходят люди из бизнеса и просят помочь, это уже говорит о том, что вы делаете что-то, что нужно в жизни. И это уже хорошая, качественная наука. И, наконец, лишние дела. Вот это вообще, я бы так сказала, такая определенная опухоль нашей повседневности, когда мы сталкиваемся с тем, что нам приходится делать дела, которые насугодят от сути. Технология научного продюсирования ставит свои задачи отсеивания таких дел. Проведение определенной, то, что называется, медицинской сортировки, которая не позволяет входить в ваши рутинные действия тем делам, которые не имеют никакого отношения к достижению ваших целей. И сейчас я бы хотела передать слово Елене, соавтору. Наталья, я продолжу вашу мысль. Говорили, когда вы о публикациях и вот этой части работы над собственным ресурсным состоянием с привлечением через проект другие ресурсы, то есть вот эта вот мысль я сейчас буду проводить через аналогию в рамках уже науки метрических показателей. И мне бы здесь очень хотелось именно подчеркнуть, что Наталья не раз дала возможность увидеть и говорила о том, что это может быть в рамках либо приоритетных задач вуза, да, сейчас многие вузы как раз работают над приоритетом 20-30, это как раз задача сквозная отразить реальные показатели через отчеты, которые мы заполняем как в качестве структурных подразделений, о которых она тоже здесь вела речь, да, я могу четко сказать, будучи проектором именно по научной деятельности, мы очень часто забываем, да, что это показатели с одной стороны, которые дают нам а, дополнительное возможно финансирование вузам, особенно региональным, но б, совершенно не дают нам того прогноза на стратегическом уровне, когда это может быть в тех параметрах реализовано, о чем говорила Наталья, именно через коммерческий сектор. И в этом, наверное, и сложность, да, структурного подразделения мыслить как бизнесовым мышлением, да, что кому это прежде всего необходимо. Как правило, вузы рассматривают эту позицию с точки зрения мы вуз, да, мы наукоемкое производство с научными ресурсами, с большим, наверное, акцентом на образовательные продукты, но, к сожалению, сегодня вот вся экономика региона, какого субъекта не взяли. Свидетельствует о том, что именно сейчас может быть очень четкий переход в сторону как раз коммерциализации это А, и Б это защита прав на интеллектуальную собственность. И если мы здесь не сможем себя защитить, свои разработки с точки зрения их следующего процесса, как масштабирование и реализация уже в проектах, то, конечно, это будет очень, наверное, непродуктивно и как раз о лишних делах, о чем говорила тоже здесь Наталья. Так вот, что же мы сегодня можем предложить вот в этой технологической конструкции ученого, особенно, если это молодые, молодые авторы, начинающие. И здесь я уже как раз говорю о том, что вот этот опыт работы в рамках курсов 2014 года мы очень четко видим, что если начально еще 2010 года у меня чаще всего были заведующие кафедрами, которые планированием занимались, хотя бы текущим планированием на год вузов, то сейчас я очень четко понимаю, что приходит второй курс института университета студент, то есть это говорит о том, что для выстраивания его научной карьеры он видит себя уже как ученый через реализацию в проектах своей деятельности и позиционирования в хорошем амбициозном смысле с выходом как раз на коммерческий этап этого стратегического планирования и здесь разговор выстраиваем уже со студенческой аудиторией именно на равных, потому что у этих студентов уже есть четкое понимание конечной цели вот этой рамочной модели, где он себя видит, к примеру, заканчивая вуз он реализует и понимает, что к моменту выстраивания отношений с магистратурой ему нужна актуальная востребованная тема по окончанию магистратуры он понимает, что три публикации даже на стадии еще обучения в студенчестве дадут ему право учиться в магистратуре лучших вузов, поскольку сегодня есть очень четкая конкуренция в этом процессе, он понимает, что три публикации в магистратуре ему дают хорошее уже конкурентное преимущество обучения в аспирантуре и это тоже не может быть выстроено как-то хаотично именно на систематическом процессе и эффективных инструментах соответственно если учесть здесь эти нюансы то мы и получаем что по выходу мы уже видим замотивированного аспиранта мы видим что этот аспирант к процессу и к окончанию защиты диссертации очень четко понимает и не путает уже какие-то вещи которые только лишь могли звучать на первом курсе той же аспирантуры и вот этот процесс вовлечения молодых в тот же грант становится очень понятным прозрачным в той части что это уже происходит с таким опережением в реальном времени так вот нам показалось что сегодня вот в этих задачах если хотите сказать или в реалитетах могут быть вот такие пять казалось бы очень простых шагов которые нужно сегодня уметь делать и в рамках того процесса который мы называем научным самопродюсированием это вполне может быть реалистичным создание авторского профиля если хотите это зона ответственности любого автора и как бы мы ни пытались на уровне структурных подразделений вуза организовать этот процесс с учетом перепроверки данных это зона ответственности ученого именно он следит за своими открытыми данными в публикациях и представляет свое имя как репутацию не только несущую репутацию за вуз но и собственно свои разработки второй параметр это рейтинговые журналы здесь Наталья сказала о том что не отомрет не веб-пуф-сайенс ни скопа с точки зрения ну пускай у нас сейчас там мораторий наложен но далеко не все публикации будут заходить даже в ядро РИМС и как бы мы не хотели условно в эффективном контракте выполнить или не смогли выполнить эти показатели лишь только ученые которые действительно в рамках своих исследований ведут эту активную работу именно только им сегодня возможно с серьезной динамикой научного исследования зайти в эти высокорейтинговые журналы и опубликовать свои материалы и поэтому здесь очень четко стоит вопрос этических норм и за практику своей работы достаточно много вот негативного этического возникает как раз на уровне что эта часть сегодня работы на уровне информационной культуры она еще слабо работает и конечно же в рамках работы с молодыми учеными мы не можем не говорить об этом сразу на уровне работы с первоисточником о правильном цитировании о формировании серьезного ретроспективного библиографического списка потому что это именно ваша репутация начинает работать уже сегодня именно с этой структурной элементом это те показатели которые дальше заходят в работу четвертого параметра отличать подделки мусорные публикации мы все помним первые результаты работы проекта 5100 вузы 5100 именно где большая часть вузов не смогли доказать и показать эту часть в работе только по той причине что часть публикаций была опубликована не в том месте не в том дело что хорошие они или плохие публикации они были опубликованы в хищниках чаще всего и в подделках и вот этот поток мусорных изданий которые очень активно сегодня как и с лжеметриками да происходит начинает подхватывать на рынке и угрожать и становятся рисками для репутации этих же авторов и ученых конечно это тоже входит в задачи самопродюсирования ну и наконец вот эти формальные и неформальные признаки экспертности да то есть с одной стороны мы все имеем предположим кандидат или доктор наук член диссертационного совета член ученого совета это как раз все о этой академической формальной части но и есть и неформальные вещи и здесь мы тоже будем говорить о том что именно сегодня они очень активно начинают работать и могут способствовать как раз заходу и становиться той входной точкой той входной группой где это будет работать достаточно продуктивно и поэтому параллельно быть автором публикации быть ученым вот с этой зрелой будем говорить формальной академической структурой но и становиться теми же экспертами где как раз не будем говорить об экспертах в кавычках а где действительно ваша зона экспертности подтверждается этими элементами и сегодня заходя в любой грант мы четко видим представьте три последних публикации за три последних года где вы являетесь экспертом и очень часто вот в этой результативности публикационной мы видим много информационного шума и я здесь обосную почему именно об этом я буду говорить я вижу что сейчас вот этот уход от профильного от тем что ты действительно эксперт в этой части мы не должны отказываться от этого и не переходить на уровень как чаще бывает имиджевый нужна имиджевая составляющая руководителю вуза написание докторской диссертации и уход вот этот управленческий ракурс очень у многих сбивает их как информационное шумовая составляющая от их экспертного уровня в основании поэтому здесь мы видим что эту технологию тоже нужно сегодня использовать и не каким образом не игнорировать потому что она в данном случае будет результативна на следующих этапах реализации поэтому как нам кажется вот эти экспертные зоны их не только сегодня нужно с одной стороны подсвечивать мы говорим здесь о продуктивной работе с этими ресурсами очень хорошо что сегодня работа в регистрации и лайбрере налажена на уровне уже ну хотя бы аспиранта ассистента кафедры легко но когда мы говорим о системах например публикаций размещенных в Web of Science в отличие от Скопус где у вас еще и может и не быть этих публикаций но работа на платформе Пабланс она как раз дает вам возможность уже на уровне этих начальных этапов молодой молодого ученого видеть как могут быть использованы ваши ресурсы кому-то как дополнительные и очень серьезные вы будете приглашены почему Наталья здесь говорила об английском языке и вы будете уже приглашены в издание не только вашего вуза как в качестве рецензента в качестве рецензента ваших партнеров других вузов но и на международном уровне поэтому здесь речь как раз именно об этой составляющей об этой технологичной составляющей научных коммуникаций и вот этот последний завершающий слайд который будет свидетельствовать о том что мы сегодня шагаем в этой технологии как спринты то есть от одной победы в другой через научные коммуникации и через публичные выступления и вот эта часть работы создания собственных конференций оно тоже может быть не единственным и очень часто когда проходит планирование кафедры деятельность что будем планировать сегодня тех конференций их нужно достаточно глубоко объединить вот эту информацию разрозненную соединяя увидеть как единое целое и в этом ресурсе увидеть себя и создавать эти сетевые проекты в компании нескольких вузах и тогда у нас вот эта работа будет более эффективной и здесь мы говорим о том что мы не будем сегодня самостоятельно организовывать конференцию мы поищем партнеров в других вузах со схожей тематикой и предложим любой формат здесь я вас отсылаю к форматам атласа совместной деятельности разработанным нашими коллегами из Кокова где очень большое разнообразие групповой работы очень интересных форматов работы со студентами отдельно с учеными то есть это от круглых столов и дискуссионных площадок до сессии у костра если хотите и вот тогда мы можем увидеть что эти научные коммуникации начинают работать уже как деловые научные связи и мы начинаем через них формировать соавторов своих статей и тогда почему у многих журналов особенно у зарубежных есть очень четкое тематическое подразделение А АБ типологическое и оно четко называется содержание публикации в соответствии с целевым и читательским назначением библиографы меня здесь поймут это как раз говорит о том что если вы не попали в концепцию этого журнала вас навряд ли возьмут даже если там великолепнейшая статья она просто не проходит если вы с научно-методической статьей заходите в тип журнала научно-теоретический и вот тогда мы видим что вот эта конструкция из 7-8 авторов она уже умерла она больше будет работать на межпредметной конструкции меж в данном случае научно-теоретической с научно-практической и вас конечно же быстрее возьмет вот тот самый журнал из ядра Ренс и вот в этом случае мы очень прекрасно опять же в работе с кейсами наших слушателей видим что это сегодня работает с точки зрения той картинки о которой говорила Наталья как это реалистично сегодня может выглядеть с теми ожиданиями которые мы полагаем что они будут реализованы если говорить уже о той части которая вас ожидает в рамках курса то нам очень хотелось бы за вот те 8 вебинаров разобрать с вами более 20 кейсов составить вам не только дорожную карту работы с конкретными KPI через вот эти показатели выйти на новую стратегическую модель которую можно применять сегодня в работе и она более успешно сегодня может быть реализована потому что она уже договорилась о своей жизнеспособности и такие процессы как технология подготовки любого научного продукта пусть то будет я не говорю о продуктах которые сегодня распространены как коллективная монография предположим да и это неправильный термин коллективная монография это монография в данном случае коллектива автора но мы до сих пор видим эту терминологическую трактовку неправильную во многих параметрах даже отчетных измерских и мы не понимаем мы создаем и фокусируем это внимание как параметр некой отчетной деятельности я же здесь больше говорю именно подготовки научных публикаций к в соотношении как проектная деятельность то есть я приводила эти примеры это может быть научный сотрудник и практик это могут быть научные сотрудники которые допущены к научно-исследовательской базе лаборатории которые привлекают тех же молодых специалистов и вот он готовый продукт то есть вот в данном случае мы как раз будем говорить о технологии подготовки статьи именно с технологической технологической характеристикой и тогда отпадают вопросы куда мы будем этот размещать журнал в какой простите журнал мы будем размещать потому что основным здесь будет становиться его репутация и его метриками будет естественно высокий фактор автор периодичность и соавторство его узкая специализация через тематические рубрики этого журнала и четкое попадание в целевое читательское назначение мы покажем как работает второй цикл технологии это именно организация научно-исследовательской работы и ее кстати защита не только у работодателя то есть у работодателя в ВУЗе через эффективный контракт но и собственной стратегии в замере 3-5 лет то есть вот эту практику построить свою в данном случае стратегическую модель развития я то есть личные стратегии я и ВУЗ я и общество вот оно как раз будет говорить о горизонте последующих 3-5 лет в развитии вашей карьеры вот здесь очень хороший вопрос от Евгения надеюсь что мы сейчас ответим построение должен выстраивать менеджеры сам ученый здесь как раз идет о развитии карьерного роста не обязательно в какой-то вертикали это может быть и очень хорошее развитие горизонтальных отношений и тогда вот эти наукометрические показатели как цитируемость да прирост ее через какие показатели импакт фактор журнала и как мой индекс Хирша может видоизмениться почему-то очень часто волнует авторов почему-то он должен видоизменяться с какими-то систематическими процессами да и очень часто это ведет к лже образу потому что это искусственные чаще всего наращиваемые вещи они органично встроенные и вот эти вовлеченность в жизнь научных сообществах о чем говорила Наталья да вы и предпринимательский сектор да то есть я говорю вы это значит научный сотрудник преподаватель который ведет активно научно образовательную деятельность с неакадемическими способами неакадемическими способами как раз дает выход на лидерство в данном случае и заканчивая экспертностью мы говорим о том что в данном случае это сегодня один из вариантов жизнеспособности нас как преподавателей как эксперта поэтому вот примерно о такой конструкции о модели мышления мы с вами планируем более развернуто обсуждать выстраивать эти коммуникации и разработать конкретный продукт до наставниче под наставником до того процесса который вам необходим в данном случае потому что здесь на вводном занятии будет понятно с какой болью приходит группа ученых или представительств Наталья я вам дам слово пожалуйста и будем мы уже переходить к вопросам ну что бы я хотела добавить по поводу содержания курса и того что вам фактически стоит от него ожидать безусловно вы выйдете с этого курса с формированным пониманием конкретных шагов которые вам нужно сделать первые шаги вы сделаете уже в рамках курса и запустите процесс дальше знаете когда что-то делаешь воронка подхватывает начинает делать что-то сама на этом не будем сильно полагаться но очень важно заложить начало своей деятельности в рамках обучения и скажем так мы будем смотреть на этот параметр во время оценки и аттестации тех из вас кто будет претендовать на получение документа что еще я хочу добавить конечно чудо не произойдет но то что в рамках курса вы точно найдете себе как минимум одного партнера то что вы сформулируете хотя бы одну идею для написания гранта и составите себе дорожную карту публикации это не вызывает сомнений об этом свидетельствуют и опыт ранее проведенных курсов и наш серийный опыт индивидуального консультирования и кроме того лично от себя должна сказать я вообще международник по своей базовой направленности то есть я начинала как менеджер международных научно-образовательных проектов и конечно мы не обойдем тему международного сотрудничества в нынешние непростые времена я надеюсь что многие из вас в рамках курса найдут и зарубежных партнеров тоже сейчас мы с Еленой готовы ответить на ваши вопросы да я вижу у нас вопрос есть о Таисии если вы готовы с нами сейчас выйти в эфир мы вам будем крайне признательны и предвосхищая ваши сразу здесь параметры которые говорят сами за себя что это невозможно в данном случае это как раз свидетельствует о том что очень наверное важно на первом этапе Наталья здесь подтвердит выбрать правильный фонд с которым следует работать и мы сейчас очень четко понимаем что картина еще двух лет тому назад сильно поменялась и нам представляется сегодня не будет чрезвычайно вообще другой и если раньше в секторе наверное грантов больше говорили о РГНФ и о фондах где участниками будут вузы и как раз вот о них вы говорите что там высококвартирные публикации нужны были от Q1 и Q2 и очень часто их не могли найти коллективы одного вуза и прибегали к союзу с другими вузами и не знали даже как это обустроит чисто проблемные зоны трудоустройства вузе то сегодня большая часть фондов работает с НКО и вот здесь вот эти возможности для работы с научными коллективами значительно расширяются я хочу вам сказать что в основном имея аффиляцию у крупного вуза те же авторы и те же сотрудники и те же преподаватели предположим какого-то вуза очень часто самоорганизуются под научное под НКО и предлагают вот эти проекты очень часто именно в такой конструкции вы сами вот сейчас Наталья участница нескольких параллельных заявок по работе над грантом где мы не аффилируемся как вуз когда в данном случае это не является обязательным условием там больше говорится о том что вы умеете делать что вы конкретно сейчас можете предложить чтобы это работало на производстве и поэтому вот это уже новый поток грантов где можно себя проявить но вот к сожалению уже фонд президентской грантов был завершен совсем недавно 15 марта и сейчас идут последние дни заявок на региональные представительства и ведь мы прекрасно понимаем что это совсем не такая вот аудитория тех преподавателей которые привыкли каждый день приходить в аудиторию читать лекции а потом как вы говорите очень часто в какой-то дополнительной нагрузке это делать здесь лежит другая конструкция мышления здесь лежит мотивация и если вы без нее будете заходить на этот проект то по сути никакой курс вам не даст этой гарантии что оно у вас изменится но когда вы будете работать в кругу своих единомышленников и работать на вот тот уровень продуктовости какой продукт вы будете уже выносить в рамках своих своих компетенций вот это будет очень интересно и вот здесь наверное вы очень подробно описываете об отчетах да они будут безусловно но опять когда мы это работаем когда вам ну я не знаю вам что это поручила кафедра и вы относитесь к ней именно так и когда вы работаете совсем на другом уровне мотивации когда ваши компетенции ваша команда ваша сборка начинает работать вы не испытываете вот этих наверное трудностей как можно их назвать в данном случае поэтому если я ответила то есть призываю вас голосом здесь поработать с нами в качестве согласия несогласия дискуссии пожалуйста да Наталья хотели что-то продолжить я вас не перебила я насчет грантов хотела бы добавить еще очень важное наблюдение дело в том что когда начинаешь разбираться в этой области возникает соблазн о увидел грант надо чего-нибудь в него написать потому что гранты это действительно очень благодарная деятельность она интересная она очень динамичная и когда ты выигрываешь это ни с чем просто несравнимое ощущение успеха получения признания из каких-то авторитетных источников и так далее так вот здесь самое главное не отклоняться от той карьерной стратегии по которой ты идешь от своей тематической области и даже если ты делаешь что-то шаг вправо шаг на лево ты должен понимать как это работает на твою магистральную политику иначе это как раз вопрос о тех самых лишних делах лишних но все-таки лишних поэтому когда вы погрузитесь в эту деятельность очень важно всегда помнить о том на какой почве вы стоите почему вы стоите именно на ней и если вы делаете что-то так сказать для души побочное как это будет работать на вашу центральную карьерную стратегию чтобы вы не увлекались не отклонялись и не делали ничего такого что в конечном счете не даст вам ничего кроме приятных воспоминаний в приятных воспоминаниях нет ничего плохого но вы поймите приятные воспоминания могут быть и о том что на вас будет работать да поэтому наверное в завершении нам бы очень хотелось еще раз подчеркнуть ту стратегию с которой мы пытаемся сейчас работать что работать нужно а в мотивационном точно комфортной среде а б с группой единомышленников где ты совершенно на равных несмотря на то что ты там можешь быть руководителем проекта можешь им абсолютно и не быть у тебя будет совершенно другая роль в этом проекте но ты выходишь на тот календарный план в котором ты действительно показываешь себя как эксперт ведешь за собой как наставник функционируешь как ментор и вот эти задачи они сегодня крайне еще раз востребованы и я полагаю что мы наверное вот здесь можем сейчас поделиться опытом и привлечь показать что сетевые проекты сегодня действительно достойные проекта вовлекаемые в сеть партнерства как раз именно через сообщество научных исследователей и вот о той части о которой мы говорили о вовлечении в предпринимательский сектор это как раз тоже очень важно потому что это сегодня востребовано и если это ученые которые работают действительно во благо то это нужно общий терминологический язык выработать чтобы ученые понимали тех предпринимателей которые сегодня хотят другие технологичные продукты предприниматели услышали и поняли ученых что их совершенно другая даже ментальность работы и разворот в сторону сектора применения должен быть услышали инвесторы которые сегодня готовы вкладываться в эти проекты услышали молодые ученые которые стали и будут вовлечены в следующие проекты и этапы и на уровне еще даже первого курса в рамках проектно-образовательных интенсивов постепенно их вовлекать и вести через их матрицу компетенций вот к этим надпрофессиональным компетенциям чтобы они уже больше и гибкие были именно в той конкурентной среде в которую они попадут на рынки труда мы готовы ответить на вопросы на наших заставках вы видите наши контакты вы можете к нам обращаться писать письма звонить обращаться в директ медиа если вас заинтересуют какие-то наши материалы мы здесь открыты готовы работать спасибо за внимание с вами была Елена Тесли и Наталья Стаурская ждем еще обратную связь сумели ли мы ответить на вопросы которые здесь были адресованы я еще проверила наш чатик в виде вопросов с которым пуст который пуст да спасибо что вы нас тоже благодарите нам очень приятно что мы будем надеяться что были вам полезны очень ожидаем вас среди наших слушателей будем вам признательны потому что наши предыдущие потоки тоже ожидают новых партнеров они тоже ждут что с новых проектов в новые проекты мы приведем новых людей поэтому будет очень приятно если мы продолжим с вами сотрудничество и будем рады вам поделиться информацией в рамках кейсовой работы уже работа над кейсами очень интересно понять какая аудитория была здесь если вы буквально немного о себе напишите чтобы было понятно представитель какой среды может быть это пусть будет вуз аспирант магистрант представатель докторант руководитель проектов да то есть будет понятнее с какими запросами есть реальная боль с которыми можно было уже поработать это для нас почва для разбора кейсов поэтому не стесняйтесь можете написать здесь представиться еще раз какой ваш регион где вы себя аффилируете или наоборот не аффилируете а кто вы чем вы занимаетесь это дает нам большую почву для того чтобы выстраивать не только диалог на вебинарах вести тренинговую работу но и выстраивать уже работу в сетевом формате на курсах Наталья еще есть что-то добавить от себя я добавлю только то что нас с Еленой также можно легко найти в соцсетях например вконтакте если у вас остались какие-то точечные вопросы по содержанию курса вы можете нам их адресовать для того чтобы вам было проще принять решение и надо сказать что нет такого образовательного продукта который при всей своей привлекательности подходил бы абсолютно всем если вы сомневаетесь вы можете заказать звонок от менеджера директ академии или же обратиться к нам напрямую чтобы мы поняли как наш курс может или не может решить ваши личные проблемы мне очень приятно что среди аудитории здесь представителей есть библиографы что очень радует я очень надеюсь что академия наук ГПНТП Саран нас может объединить как точка входа и мне кажется я даже вас знаю поэтому могу ошибаться но практически библиографы это редкостная единица если больше нет вопросов еще раз очень приятно было поработать на платформе директ медиа нам приятно было технически сегодня комфортно за сопровождение работы и очень комфортно было работать с аудиторией потому что мы понимаем что есть обратная связь спасибо большое до новых встреч и очень надеемся что мы скоро увидимся до новых встреч